Наталья – мама 8-летнего мальчика, которого 2 февраля сбила грузовая машина на перекрестке по улице Зачиняева. Ребенок вместе с мамой возвращались с учебы. Именно тогда случилась трагедия. Мы собирались переходить дорогу, и это произошло. Ребенок попал под 20-тонную фуру. Я не знаю, почему он остался живой. Ребенок на данный момент лежачий. У нас стоят дренажи, у нас цистостома, многочисленные травмы. У мальчика более 10 переломов. Ребенку предстоит длительное лечение. Это не первый случай на дороге, ведущей к 86-й школе, где нет светофора и предупреждающих знаков. Представители нашего района эту тему поднимали еще, когда я была маленькая. Это лет 20, в течение 20 лет, когда у нас здесь происходили. Мы сбили первоклашку насмерть, сбили бабушку насмерть на этом же месте, сбили молодую женщину, которой остались детки, насмерть. После каждого случая поднимали этот вопрос, получали мы отказ. Дорога, которую переходят дети по пути в школу, ведет к Днепропетровской трассе. Тут оживленное движение. Дочь Анастасии Пацеры учится в 86-й школе. Женщина говорит, родители боятся отпускать детей и одних в школу. Нужно стоять минут 10-15, чтобы вблизи не было машины, переходить. 98% машины не останавливаются, особенно те машины, которые движутся сверху вниз. Женщина уже несколько лет обращается с просьбой установить светофоры на перекрестке улиц Зачиняева и Пантелеймона-Кулеша. Здесь является слепой поворот, природный спуск, школа недалеко, так как основной поток детей ходит именно с того края. Мы просим наше руководство, чтобы здесь установили светофор, пускай не постоянно, как он меняет цвета, а на кнопочке. То есть собрались дети, нажали на кнопочку, перешли. В департаменте инфраструктуры и благоустройства о проблеме знают. Ее решением занимается специальная комиссия. После получения информации будет принято решение. То есть если разрешат там строить этот светофор, значит мы будем подавать, готовить документы на бюджетный запад, проектировать и тогда будем строить. Ну а если нет, то тогда будем решать каким-то другим методом. Может быть лежачие полицейские будем на этом объекте делать. То есть все зависит от полученной информации.